Здравствуйте! На ваших экранах итоговая информационная программа. Ближайшие полчаса о том, чем запомнилась неделя в городе. Смотрите в выпуске. Каравайцы инфляции. Как растут цены в регионе, сотрудники Банка России показали наглядно. Кадровые перестановки. Павел Молков продолжает подстраивать под себя политическое поле региона. Связь поколений и Елатомская ротонда. Как проекты местных инициатив делают Рязанскую область в России. По итогам октября, по данным Банка России, годовая инфляция в Рязанской области стала ниже и составила 12,7%. Официально рост цен в регионе снижается уже 6 месяцев подряд. И сегодня сотрудники Банка России наглядно продемонстрировали Валерию Сюдову, что это значит на практике. Какая красота, блин, я вот помочь. Сегодня в Рязанском технологическом колледже эксперимент необычный. Студентам с двух разных факультетов, а это повара и экономисты, предстоит посчитать инфляцию. Но не простым способом. Это назвали индекс кровайца. Именно поэтому блюду и будут рассчитывать изменения. Для теста мы используем муку, яйца, воду, соль, молоко. Кровайц выбран не случайно. Во-первых, это исконно рязанское блюдо. А во-вторых, он прост в приготовлении. От обычных блинов отличается только наличием крахмала и сахара. Получается слаще. Параллельно выпечке экономисты рассчитывают инфляцию по росту цены на каждую строчку в рецепте. Сначала мы считаем порцию обычных блинов. То есть мы граммы каждого ингредиента переводим в килограммы. То есть мы 26 грамм делим на тысячу. Получается потом мы умножаем на цены в октябре 2021 года. И у нас получается цена муки за грамм. И так же мы делаем в октябре 2022 года. Такой необычный урок придумали сотрудники Банка России. Они хотят наглядно показать изменение цены. И как личная инфляция отличается от той, которую определяет Росстат. При определении ключевой ставки при влиянии на денежно-кредитную политику Банк России учитывает обязательно инфляционные ожидания. И когда мы спрашиваем ребят о том, как они считают, что это выросло. И по факту сейчас они увидят, что это совсем не так, как они говорили перед началом лекции. Мы как раз будем приводить инфляционные ожидания детей, студентов, к тем цифрам, которые по факту инфляция у нас с вами составляет. В самом начале студентов попросили выдвинуть свою версию роста инфляции. Какой они ее видят? Подумали, что всего 5%. На деле оказалось 12%. Другой расчет – это топпинги, то есть добавки. Как изменится инфляция каравайцев с медом, сметаной и вареньем? Рост составил 4,17 и 16% соответственно. Те, кто рассчитал данные правильно, получили специальные призы от Банка России. Теперь экономические процессы наверняка им стали понятнее. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На этой неделе рязанский сенатор Игорь Морозов покинул Совет Федерации, но эта кадровая перестановка в политическом поле региона оказалась не единственной. На правительстве Павел Молков представил нового межрайонного природоохранного прокурора Вячеслава Шерстнева. Затем утвердил министр транспорта и автомобильных дорог. Им стал Павел Супрун. Ну и затем губернатор назвал имя нового руководителя Главного управления контроля и противодействия коррупции. Сергей Сорокин. Человек из центрального аппарата Следственного комитета. С его приходом, как выразился губернатор, появится, цитата, «так нужная нам толика контроля». О чем еще говорили на правительстве, расскажем далее. Кадровые перестановки в управленческих структурах региона продолжаются. Нового межрайонного природоохранного прокурора Вячеслава Шерстнева Павел Молков представил фактически как члена своей команды. Он заявил, прокурор теперь войдет во все рабочие группы и по всем вопросам будем вместе разбираться. Министр транспорта, еще один ключевой пост, в правительстве его занял Павел Супрун. Человек с большим опытом представил свой выбор губернатор. Задачи у нас перед отраслью очень серьезные стоят и в сфере транспорта, и в сфере дорог. В том числе мы с вами заявили стратегические проекты, такие как строительство моста Дублера через Аку, Южный, Северные обходы, Рязани и многое-многое другое. Обо всем этом мы в том числе говорили на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Роман Витальевич Мновиков. Поддержка по всем направлениям у нас есть. Поэтому сейчас нужно обеспечить такую системную ответственную работу. Ответственности действительно станет больше. За этим будет следить Сергей Сорокин, еще один новый руководитель. Главного управления контроля и противодействию коррупции. Который, очевидно, на поле масштабной реконструкции дорог теперь будет одним из ключевых игроков. На ремонт автотрасс в этом и следующем годах действительно будут тратить много. В Касимове, правда, центральная улица города по-прежнему не очень, ее даже не включили в план на следующий год. Как и улицу Ленина в Кораблино. И это вызвало у губернатора недоумение. Вот я услышал сейчас ключевые слова, что проектно-сметная документация разработана. Павел Геннадьевич, посмотрите тоже, пожалуйста, внимательно на этот объект. Потому что, если обещали, а если это приоритет для жителей, надо исполнять. Опять, всегда есть какие-то приоритеты, денег на все и сразу не хватит. Надо внутри посмотреть, разобраться. С первым снегом в Рязани Павел Молков сразу же обратил внимание на готовность коммунальных служб. Выезд техники на уборку он назвал тренировкой. Впрочем, Елена Сорокина отчиталась вполне серьезно. Убирать начали снег с вечера. В каждом районе выпустили по четыре машины. Московский побольше, там пять машин. Соответственно, первые три машины, в московском четыре машины, подметали, сгребали снег. Крайняя машина, которая шла в ряду, посыпала. Центр города обработали реагентом. 106 тонн реагента высыпали на центральной улице. Убрали около 350 тысяч квадратных метров. Реагентом обработали. Остальные части города – песк соляной смесью. Отдельной темой прозвучала реконструкция торгового городка. В восьми павильонах уже практически завершен капремонт. Территорию, по словам губернатора, пора уже оживлять. И рассмотреть вопрос о создании там ярмарки, которую можно будет представить до Нового года. 21 ноября отмечается День работников налоговых органов Российской Федерации. В преддверии Паразика наша съемочная группа расскажет о ветеране службы, которая трудится в ведомстве уже 30 лет. Ирина Ганина в налоговых органах с 92-го. На службу она пришла буквально со студенческой скамьи, юной 24-летней девушкой, которой предстояло ежедневно выполнять большой объем работы в налоговой инспекции по Касимовскому району. Рабочий день у нас порой начинался с 5-6 утра, потому что проверки все проводились только на территории предприятия, колхозах, совхозах. А так как нужно было успеть добраться, а логистика была не очень-то хорошая, выстроенная в 90-е годы, нам приходилось ездить на таких вот на ранних маршрутах, на общественном транспорте. Приезжали мы в отдаленные местности, где находились эти предприятия. Сторожи открывали нам здание, мы заходили, начинали работу еще до прихода бухгалтеров. Ирина Ганина признается, было трудно. Но при всем при этом интересно. Тогда налоговый инспектор был, что называется, универсальным сотрудником. Он принимал отчетности, составлял свои, плюс проводил выездные проверки. На всю инспекцию было лишь два компьютера. Однако трудности, говорит, только закаляли. И спустя 7 лет Ирина Ганина стала руководителем налоговой инспекции по городу Касимову. За службу ее наградили знаками отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и почетный работник ФНС России. Изменились оснащения инспекции. Сейчас инспекции превратились в настоящие аналитические центры. Налоговый инспектор, у налогового инспектора на рабочем месте есть возможность доступа к 170 информационным ресурсам. Кстати сказать, ни одной федеральной службы на сегодняшний день такой нет с таким массивом информации. Все бизнес-процессы налогово-администрированы, они полностью автоматизированы, начиная с регистрации налогоплательщика, заканчивая введением уже карточки расчетов с бюджетом. В 2009 году в ФНС появился первый налоговый сервис – личный кабинет налогоплательщика. Там можно было увидеть начисленный имущественный налог и затолженность. Сейчас в личном кабинете уже больше 30 услуг. И к инновациям адаптируются как рядовые граждане, так и ветераны службы. Обо всех изменениях, оказываемых услугах и начале рабочего пути мы поговорили с Ириной Ганиной в программе «Городские встречи». Премьера уже в ближайшее время. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Известный рязанский скульптор Олег Седов. В Новомичуринске частый гость. Памятник солдату возле Дома культуры – его рук дело. Но на этот раз скульптор создал монумент не совсем обычный. Связь поколений. И появилась эта скульптура благодаря программе поддержки местных инициатив. Новомичуринск – город молодой. Всего 50 лет назад он вырос вокруг Гресс. И в отличие от старинных местечек, вроде Касимова и Скопина, чья история насчитывает века, его историю пишут люди прямо сейчас. И пишут с любовью. В небольшом сквере, который посвятили Великой Победе, при непосредственной поддержке региональных властей разбили аллею ветеранов. Установили лавочки, освещение и урны. А в этом году композиционным центром стал памятник «Связь поколений». В рамках программы поддержки местных инициатив в сентябре 2022 года в сквере города Новомичуринска была установлена скульптура «Сквязь поколений». Автором данной скульптуры является рязанский скульптор Олег Седов. Скульптура представляет собой композицию, состоящую из фигуры ветерана войны, сидящего на лавочке с газетой «Правда», и девочки, сидящие рядом с ним, обращенные к нему с букетом васильков. Скульптура символизирует взаимосвязь времен и преемственность поколений. Стоимость скульптуры составила примерно 1,8 млн рублей. Из них 1,3 млн субсидий из областного бюджета, 140 тысяч – это средства местного бюджета, и 300 тысяч – это инициативные платежи жителей города Новомичуринска. Скульптура невольно заставляет остановиться и задуматься каждого о своем. Но важность таких мест памяти понимает здесь каждый. Как никогда сегодня должна звучать эта тема. Связь поколений. Мы любим наше поколение. Мы их растили. Но некоторые обстоятельства были так, что для них патриотизм – это размытое. Для них это, может быть, даже и ничего не значит. Хотя патриотизм – это малая родина. Это их школа, их город, их работа, их родителей. Парк Победы – место тихое, но популярное. Здесь прогуливаются с детьми. Сюда приходят отдохнуть и пообщаться пенсионеры. Каждый день через него проходят школьники. И такие метаморфозы в привычном месте по душе каждому жителю Новомичуринска. Часто гуляем. У меня родственники здесь очень часто гуляют с моей крестницей. Всем парк очень нравится. Очень здорово, что в городе создаются вот такие общественные пространства. Такие, как вот этот памятник, который символизирует связь поколений. В городе вообще очень много благоустраивается таких территорий. Хотелось бы администрацию за это поблагодарить. А жителей попросить, чтобы такую красоту берегли. Инициативные жители захотели благоустроить этот сквер. Администрация поддержала, выиграли конкурс. И вот теперь у нас такой замечательный парк. Местные инициативы продвигаются в Новомичуринске активно. Люди собирают первоначальный взнос. Ведь эта программа – хорошая возможность создавать новое общественное пространство в городе. Я являюсь жителем города Новомичуринска, который в последнее время благоустраивается. Я очень рада этим изменениям в городе. Хотела бы большую благодарность выразить представителю Рязанской области. Это именно губернатору Рязанской области, правительству Рязанской области, которые дают возможность реализовать на территории города такие проекты, как проект местных инициатив, который помогает нам благоустраивать наш город. Также Министерству территории Рязанской области, который проводит данный конкурс, и ради которого у нас получилось выиграть в этом конкурсе. И администрацию города Новомичуринск, которая реализовала этот проект. И с помощью них мы смогли поставить этот памятник. По программе поддержки местных инициатив. В Новомичуринске установили и памятник солдату в центре. Построили детскую площадку и площадку для воркаут. И останавливаться не собираются. Потому что вот такие слаженные действия людей и органов власти, очевидно, приносят результат. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Программа поддержки местных инициатив продолжает свое триумфальное шествие по Рязанской области. При поддержке областного правительства в Елатьме совсем недавно открыли фонтан и установили на местном пруду красивую ротонду – закругленный павильон для отдыха. Причем и сам пруд Казиху местные власти превратили в своеобразный аквариум. Теперь там есть рыба, жизнедеятельность которой поддерживает аэратор. Классическая ротонда в центре Елатьмы – это не какая-то архитектурная аномалия. Это часть общего масштабного плана благоустройства городского поселения, реализуемого жителями поселка Елатьма совместно с главой местной администрации Григорием Даниловым. При активной поддержке региональных властей. За последнюю пару лет через программу поддержки местных инициатив Елатьма преобразилась просто кардинально. И жители это ценят. Беседка, которую вы можете увидеть на пруду. Фонтан, благоустройство сквера, благоустройство территории около Дома культуры. Вот если вы туда пройдете, все это вы видите. И все это, конечно, очень положительно сказывается на самоощущении жителей в своем городе, в своем поселке. Конечно, это все поднимает настроение, это дает какую-то надежду на будущее. Ну, в общем-то, держит нас в тонусе. Здесь фотографируются, приезжают много, даже приезжают люди те, которые, к примеру, со всех мест. Ну, как, историческое, вроде как бы, да, Елатьма. Хочется посмотреть на все происходящее. Поначалу, конечно, здесь ничего не было, все так скудненько. А сейчас, конечно, совсем по-другому, абсолютно по-другому. Какая-то туристическая зона. Да, 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 да. Здесь приезжает вот даже музей, да, по-другому стал. Ну, еще, конечно, там довезти его надо. Очень даже хорошо. Елатомский пруд Казиха совсем недавно был, можно сказать, большой лужей, заросшей водорослями. Все изменилось с момента участия в программе поддержки местных инициатив. Городок стал расцветать, появился фонтан, облагорожена площадь Ленина, местная библиотека стала интерактивной и контактной. Постройка ротонды на пруду – тоже решение жителей, поддержанное Министерством по делам территории и информационной политики Рязанской области. Это сразу стало центровым местом для всех елатомцев. И на самом деле хочу передать Жанне Александровне Фоминой большую благодарность. Потому что сама суть проекта, поддержки местных инициатив, она и подразумевает выполнение органов и власти пожеланий жителей. Здесь удалось на 100%. Технически само возведение и обустройство заняло два месяца. Цена вопроса – 2 миллиона 660 тысяч рублей. Причем 2 миллиона – это субсидия региональных властей. При этом только лишь ротонды дело не ограничилось. В порядок привели и сам пруд. Зачистили от крупных водорослей, наладили подачу потока из местного водопровода. В Казихе удивительным образом появилась рыба. Вот так в пруду появился белый амур. По словам Григория Данилова, запускали уже взрослых особей, чтобы они занялись остатками водорослей. А вот для того, чтобы им было комфортно, установили аэратор. Были, конечно, технические особенности, которые ни один проект предусмотреть не может, говорит глава поселения, но нашли, так сказать, местное решение. Установка аэратора. Казалось бы, в смете есть, куда его поставить. Он в воду нельзя, он замерзнет зимой. Куда-то наружи нельзя. Вандалы решили спрятать под мостик, которому, естественно, так просто не подберешься. Запланировано четыре форсунки аэратора. Сейчас работают две, их вполне хватает осенью. На зиму мы оставим одну вот с этой стороны, потому что ту сторону мы используем для катка. А вот так сейчас выглядит площадь Ленина, которую облагородили тоже на средства программы поддержки местных инициатив. Тут же в центре радует глаз елатомцев настоящий городской фонтан. В парке детская площадка. И не только. Здесь уже и восстановлен памятник героям Великой Отечественной войны. И появилась прогулочная зона. Также дорожки пешеходные к школе проложены. Поскольку мне известно, есть в планах по благоустройству парка, по благоустройству прекрасного вида, который открывается из парка на реку Аку. И надеемся, что в скором времени это все преобразится. Мы благодарим губернатора Рязанка области Павла Викторовича Малкова за реализацию больших таких проектов. И надеемся, что она нам поможет в благоустройстве нашего парка. Местный парк – следующая цель благоустройства масштабного плана. Реконструировать главное место прогулок рассчитывают комплексно, с установкой смотровой площадки. Поэтому в программе поддержки местных инициатив Елатьма будет участвовать активнее. Потому что жители поселения видят, что она работает и весьма результативна. Артисты программы «Счастливый билет» недавно вернулись с первого международного фестиваля циркового искусства из Санкт-Петербурга, собравшего 150 участников из 19 стран мира. Клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Дрессировщик Иван де Форш и пара дрессировщиков Александра Елена и Давио Тогни привезли награды. По возвращении звездный состав провел открытую репетицию для рязанских детей. Иван де Форш, выходя на манеж, обнимается с кенгуру. Чем неизменно вызывает восторг публике и взрослых, и детей. Зебры послушно меняют направление и бодро скачут кругом по велению маэстро. И это в диковинку даже для бывалых любителей цирка. А секрет дрессировщика, по его откровению, прост. У него с животными взаимная любовь. Они – его семья. Поэтому и взаимопонимание на высоте. Величественные слоны на манеже, несмотря на кажущуюся неповоротливость, выполняют ловкие трюки. И благородная лошадь, чеканящая шаг. Репетиция номеров для сегодняшних зрителей сопровождалась рассказами о закулисье. Инспектор манежа Елена Чамахидзе между выступлениями артистов приоткрывала тайны цирковой жизни. И как люди, как дети. Они тоже болеют. И за ними тоже нужен специальный уход. И в нашем цирке, хотела бы вам сказать, что есть еще такая профессия, как ветеринарный врач. И я вас все с ней познакомлю. Маргарита Бондарчук. Я с детства очень сильно любила животных. И как бы поступила. Поэтому на ветеринарном врача наш агротехнологический университет. Работа мне очень нравится. Очень интересная. Здесь очень много разных животных. Тигры, слоны. Животные в основном тут не болеют. Но бывает такое. Эквилибрист Андрей Канахин тоже участник Питерского фестиваля. На открытой репетиции он не просто сорвал овации. Кажется, его выступление впечатлило абсолютно всех. Сложнейший вид акробатики без страховки. На напоминающем часовую стрелку снаряде. Он побеждает время, гравитацию и страх. Когда-то я поступал в эстрадно-цирковое на спецификацию клоуна. То есть коверного. И в один момент просто увидел воздушных акробатов, гимнастов. И, конечно же, в этот момент они меня очень сильно поразили. И захотелось не только веселить, смешить народ. Но и хотелось вот именно вот такого, что-то чем-то заняться таким, что вот будет людей немножко собирать, скажем так, именно о тех ощущениях, которые вы говорили. Чтобы чуть-чуть ладошки хотя бы потеряли. При этом артист не только выполняет трюки на высоте, в условиях непрерывного движения, но и общается с публикой. Это, наверное, вот как раз дает о себе знать прошлое коверного. Потому что именно коверные ребята, которые должны просто чувствовать публику... Я не знаю. ...спинным мозгом. И это пригодилось все-таки и в других номерах. Елена Владимировна представила детям разные цирковые профессии. Ветеринар, воздушная гимнастка, эквилибрист, дрессировщик и, конечно, коверный клоун. В программе «Счастливый билет» за клоунаду отвечает дуэт «Ребята с Лиговки». Клоун – это не только смешной парень, но еще и умелец. В данном случае – жонглер. Учил все одно время в цирковом колледже. Было время одно. В двухтысячных. И там как бы педагог предложил пожонглировать баскетбольным мячиком. Это оригинально. Мало кто делает. В мире вообще, не только в России. В России так практически вообще никто не жонглирует. Я жонглер, да, конечно. Ну, не только жонглер, кстати, коверный еще клоун. Но по образу, наверное, заметили. На открытой репетиции присутствовали более 300 детей из школы Рязани, Полянской школы-интерната, благотворительного фонда «Мы вместе», фонда «Навигатор будущего», а также ученики школы юных экскурсоводов. По окончании репетиции Елена Владимировна ответила на все вопросы, которых у зрителя оказалось немало. Получился очень душевный, откровенный разговор. Пожалуй, такая открытая репетиция запомнится, ребята, ничуть не меньше полноценного представления. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В торговом центре «Виктория Плаза» открылась новая торговая точка «Ямагучи». Массажные кресла, известные на весь мир в современных реалиях, стали незаменимыми помощниками тысячам людей. Теперь приобрести продукцию фирмы можно в центре нашего города. Это не просто массажное кресло. По сути, это мануальный терапевт в вашем доме. Такое кресло – это не просто баловство или элемент дизайна, как думают многие. Оно выполняет функцию механического и компрессионного массажа на 100%, утверждают в компании «Ямагучи». Популярные техники благотворно воздействуют на область шеи, спины, ягодиц и стоп. Для увеличения лечебного эффекта используется подогрев отдельных зон. Да и есть массажные кресла как премиум класса, так и для среднего и бюджетного достатка. Есть даже массажные накидки на стол. Все это можно купить в компании «Ямагучи». В ноябре у фирмы открылся новый салон в ТРЦ «Виктория Плаза». В городе Рязань мы открыли четвертый наш салон. То есть компания рассчитывает на клиентоориентированность. У нас основной курс, поэтому клиент должен беспрепятственно в любой точке города найти наш магазин. Следующее открытие будет в торговом центре «Атрон». Буквально через месяц в торговом центре мы откроемся на третьем этаже. Новый салон отличается ультрамодным дизайном и красивым интерьером. Здесь расположились бьюти-товары и тренажеры из фитнес-сегмента. Компания «Ямагучи» хочет приучить людей к спорту. Они показывают, как у себя дома буквально на двух квадратных метрах разместить фитнес-уголок. Например, комфортная беговая дорожка «Ямагучи», которая легко управляется, имеет небольшой вес и усовершенствованную систему амортизации. Рядом с фитнес-сегментом соседствуют бьюти-товары. Из бьюти-линеек очень большим спросом пользуется прибор для очищения кожи. То есть это от 18 лет до девочек и уже до более взрослых. Женщины на ночь любят почистить свою кожу. Соответственно, это очень большой помощник. Также приборы для RF-лифтинга. Это как для всего лица, так и зонально. Вокруг глаз, зона декольте. И все это на очень высоком уровне по качеству и по эффективности. Прибор для RF-лифтинга, беговая дорожка или массажное кресло станут хорошим подарком на Новый год. К тому же компания Ямагучи делает скидку на свои товары. Приобрести их можно не только в Виктории Плазе. Салон Ямагучи работает в М5 Моле, ТРЦ Премьер и Атрон. На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова